Меня зовут Ольга. Я работаю в клинике Астин. Работаю уже более 10 лет. В основном я врач-стоматолог. Это моя специальность последние несколько лет. Но терапия всегда у меня на каждом приёме присутствует. Плюс мы являемся клиникой, которая очень много переводит статей, очень много ездит на всякие конференции, является презентерами. И поэтому у нас самая актуальная, самая новая информация. Вот постараюсь вам сегодня рассказать, что важно. Важно, что у нас общая такая тема, общая лекция. У нас ещё будет такой цикл лекций по диареи и по запорам. Здесь больше упор не на то, как мы лечим и расчёт каких-то невероятных доз. А здесь у нас упор на то, что мы сейчас с вами сидим на приёме, к нам приходит пациент с тем, тем, тем или иным. Нам нужно быстро сориентироваться. Нужно быстро сориентировать владельца. И если мы хотим в дальнейшем рассчитать ему инфузионную терапию, то да, это отдельная лекция по стационарным пациентам. Если мы хотим ему какое-то невероятное лечение назначить на дом и диагностировать редкую болезнь, то опять же, это гастроэнтерология. Это более узкоспециализированные темы. Сегодня первичный приём. Сегодня решение проблемы здесь и сейчас. и врачебная логика. Будет очень-очень интересно. Давайте начнём. И начнём мы вообще, что такое рвота, для чего она нужна, как она происходит. Нужно понимать, что это рефлекторное извержение содержимого желудка. Что это значит? Природой задумано так, что если что-то в рот попало, и что-то это токсичное, какой-то яд, какой-то острый объект, или какой-то объект, который вызывает раздражение желудка, то необходимо сокращение гладкой мускулатуры, и всё это извергается обратно. Естественно, такой механизм нам задан природой ещё очень-очень-очень-очень много сот лет назад. Поэтому основная цель работы – это избавить организм от каких-то токсических веществ. И мы помним, что если у нас какими-то кислотами и щелочами поражён желудочно-кишечный тракт, вдруг заглотило животное, ну и опять же, человек в том числе, какие-то серьёзные химические агенты, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, потому что в данном случае, ещё раз пройдя через желудочно-кишечный тракт, данная кислота или щёлочь сожжёт пищевод ещё сильнее. Вот такой вот интересный факт. Здесь необходимо промывание желудка, зондирование. Ну вот это просто из раздела «Что такое рвота?» и «Всегда ли она нам нужна?» Ещё интересный механизм. Расскажу как врач-стоматолог. Может быть, он кому-то будет интересен, полезен. Может быть, все обращали внимание, что когда подходит, подступает тошнота, первое, что мы чувствуем, это выделение огромного количества слюны в ротовую полость. Так вот эта вот слюна защищает эмаль зубов, от повреждения. Так что вот так интересно организм адаптировался к своим же защитным механизмам. И с большим количеством слюны, которая омывает у нас слизистую ротовой полость, никаких повреждений в итоге ни зубов, ни языка, ни тех же слизистых у нас не происходит. Вот интересно. Но мы понимаем, что рвота не только когда у нас что-то в желудке находится, а ещё она является маркером каких-то серьёзных заболеваний. Иногда несерьёзных, иногда терминальных. Поэтому нужно очень быстро определиться, насколько нам нужно действовать спешно, либо нам есть время заняться симптоматической терапией, может быть, есть время отпустить пациента и сначала дождаться результатов анализов. Вариантов огромное количество. Самое главное – это понимать, будет ли это чем-то чревато в итоге пациенту. Понимаем, что если у нас симптоматическая терапия в течение двух-трёх дней не приносит никакого результата, то кардинально пора что-то менять. С симптоматической терапией начинается многое лечение, в том числе рвоты. Особо бояться не нужно. То есть я не призываю к тому, чтобы сразу набрать с пациентов различных анализов и сразу же прописать неведомую диагностику на 3-4 недели вперёд. Иногда действительно бывает причина, которую мы очевидно не узнали, но после первичных каких-то уколов, после назначения некоторых препаратов на дом и лечебной диеты, все абсолютно симптомы сглаживаются и пациент выздоравливает. Сегодня будем разбираться, как нам с вами, не надеясь на симптоматическую терапию, вовремя принять какое-то правильное решение. Немножко по физиологии. Все мы знаем про анатомическое строение и желудка, и кишечника, но вот здесь вот есть просто некоторые названия, некоторые термины, которые нужно просто сейчас вот ещё раз представить себе для того, чтобы точно понимать, о чём мы будем потом говорить. Вот, посмотрим, на что нам нужно обратить сейчас внимание. Пилорус, да, ближе к 12 перстной кишке. Пищевод выше у нас расположен, дно желудка и тело желудка. Сальник – это такая жировая складочка с перетяжечками, которая у нас позволяет желудку находиться в определённом месте, ну и вообще он окружает все внутренние органы и все у нас внутренние органы, которые именно брюшной полости, да, мы не говорим о почках. Они окружены этим сальником. Здесь множество разных сосудов. Так, ну что у нас ещё? Посмотрим на картиночку, которая рядом. Вот это расположение тоже было бы неплохо в голове представлять, потому что это рентген, да, это наш рентген. Когда мы делаем на боку, что мы ждём увидеть. Желудок, обратите внимание, он небольшой, и если он начинает выступать за край рёберной дуги, начинаем уже думать, что же здесь не так. Так, селезёнка. У собак селезёнка достаточно выраженная, большая, и её хорошо видно на рентгене. У кошек совершенно другая картина. Селезёнка может быть в виде маленького треугольника наверху или маленького треугольника внизу. Представим, что мы сейчас данного пациента перевернём на другой бок, да, и у нас селезёнка будет с той стороны находиться. Соответственно, видите, она таким полукругом лежит. Это значит, что её верхний конец будет маленьким треугольничком сверху, её большой конец треугольничком снизу. Ну, это нужно, опять же, посмотреть. Различные рентгеновские снимки будет очень хорошо понятно. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что у крупной собаки её можно будет просмотреть полностью либо треугольниками. У кошки, скорее всего, это маленькие какие-то фрагменты сверху или снизу. Сверху у нас всегда идёт ободочная кишка, переходящая в прямую кишку. Она часто заполнена газом или каловыми массами. Внизу у нас петли тонкого кишечника. Когда мы будем с вами разговаривать про барий, вот это то место, куда мы будем обращать внимание. Мочевой пузырь это у нас понятно, и почки в ретро-бульбарном пространстве, в ретро-бульбарном, простите меня, пожалуйста, в ретро-перитениальном пространстве тоже все знают, все хорошо видели. Что же такое рвота, если мы посмотрим с точки зрения механизмов этой рвоты, как они могут происходить? Допустим, у нас случилось нарушение именно с желудком. Какие могут быть нарушения? Смотрим первый наш квадратик. У нас меняется тонус мышц. Это может быть гипертонус, гипотонус или атония. Все это связано с тем, что мы будем видеть в итоге на УЗИ и на рентгене. При атонии мы будем видеть большой расширенный желудок, в котором будет, скорее всего, жидкостное содержимое, может быть, что-то будет лежать внутри и давать тень. При гипертонусе у нас будет явно выражена складчатость и явно будет выражена какое-то, может быть, опять же, может быть тень, но тень могут давать и внизу лежащие объекты, внизу желудка, и также это может быть инородный предмет. Здесь дифференцировать сложнее, опять же, если он не дает какую-то очевидную тень. Гипотонус, когда мы видим, что желудок пытается перестальтировать, либо мы видим, что вроде бы все неплохо, вроде бы все двигается, желудок в движении, но люди, пришедшие на УЗИ, утверждают, что кормили они более 12 часов назад животное животное и прям клянутся в этом, а вы им верите. Но при этом вы видите, что содержимое желудка все еще в достаточном количестве и наталкивает на мысли, что все-таки пища там застаивается. А мы помним, что в течение 2-4 часов пища должна эвакуироваться из желудка в идеале. Ну, это что касаемо самого желудка. Теперь поговорим о сфинктерах. Вверху и внизу два сфинктера. Один между пищеводом и желудком, другой между 12-перстной кишкой и желудком. Сфинктеры могут быть с тонусом, опять же, повышенным или сниженным, или это может быть спазм. Если мы говорим про спазм, то это невозможность прохождения любых масс пищевых, даже воды. Давайте вспомним, что самое жизнеугрожающее при спазме. Это, конечно же, расширение желудка и заворот желудка. Почему он может быть? Потому что либо у нас произошел заворот такой, что, в принципе, технически невозможно, чтобы что-то прошло. Либо у нас на фоне какой-то невероятной боли произошел спазм желудка. Может быть, там что-то непосредственно рядом с сфинктерами, колющее, кислое, щелочное. Может быть, какое-то механическое повреждение. И мы видим ответ именно в спазме. Но снижение и повышение спазма сфинктеров, оно может быть связано, опять-таки, с заболеваниями. И если мы говорим о снижении тонуса, то мы сразу же вспоминаем о рефлюкс-изофагите, когда у нас свободно идет перемещение пищи из пищевода в желудок, так перетекает, скажем так. Повышение тонуса, скорее всего, грозит у нас, опять-таки, застоем в желудке, если у нас периодически из-за снижения, из-за повышения тонуса нижнего сфинктера пища не может так быстро эвакуироваться, как бы нам хотелось. И изменение перистальтики. Мы помним, что перистальтика может быть очень активная в разные стороны, причем, и может быть очень пассивная и вплоть до отсутствия перистальтики в желудке и в кишечнике. Может быть динамическая и механическая перистальтика кишечника, и обычно мы ее связываем с непроходимостью динамической или механической, и видим такие маятникообразные движения. Все это, обратите внимание, приводит к расстройству эвакуации пищи. Оно может либо ускоряться, как мы это уже оговорили, и что это будет. Это будет рвота или диарея, и может замедляться. И это будет застой эвакуации из желудка и застой водянистых этих масс в кишечнике, которые рано или поздно либо жидкость всосется, и либо выйдет с диареей и рвотой. Еще немного про механизмы, но уже как это выглядит именно с точки зрения химии, с точки зрения не физиологии, а именно химических, биохимических процессов. У нас есть в голове рвотный центр, находится он непосредственно в головном мозге, и вот он как раз таки и командует организму, желудку в том числе, что пора вырвать или начать хотя бы готовиться к этому, и мы это чувствуем во проявлении тошноты. Почему это может быть? Потому что это могут быть какие-то сенсорные раздражения, раздражители.